Проект Казанского федерального университета отмечен руководством республики. Мы по факту являемся некой инновационной платформой, инновационной площадкой. Один из первых, даже реально первый вуз в России, который интегрировал господинщики в свои бизнес-процессы и начал его использовать. Каким будет новое здание Казанского театра имени Галя Скаракамала? В КФУ прошла конференция, посвященная памяти академика РАН Камиля Валиева. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. 19 января в IT-парке имени Башира Ромеева прошла выставка проектов в области IT-технологий в рамках расширенного заседания коллеги Министерства цифрового развития государственного управления. Информационных технологий и связи Республики Татарстан. Казанский федеральный университет, конечно, не остался в стороне, ведь на сегодняшний день это направление в вузе развивается очень динамично. О проекте Казанского федерального в сюжете Карины Саяховой. Выставку посетил РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов, заместитель министра цифрового развития связи и массовой коммуникации Российской Федерации Александр Шойтов, президент Академии наук Республики Татарстан Ревкат Миниханов и другие участники совещания. Всего были представлены 27 проектов в сфере цифровизации, в том числе реализуемые в Казанском федеральном университете. Ключевой был разработан сотрудникам Департамента информатизации и связи вуза. Если кратко, он способствует оптимизации кадрового документа оборота. Особенно это актуально для абитуриентов и нагородних, иностранных и не только, и сотрудников высших учебных заведений. Часть это проект, а часть это стартап. Почему стартап? Потому что мы по факту являемся некой инновационной платформой, инновационной площадкой. Один из первых, даже реально первый вуз в России, который интегрировал госпитающие свои бизнес-процессы и начал использовать, в частности, при приеме абитуриентов. В этом году уже мы опробировали, был прием 23-го года. Уже много контрактов прошли через эту процедуру, подписание документов удаленно через систему госпитающих. Примерно месяца три мы это готовили, реализовали, в частности, прием документов. И именно по абитуриенту сейчас мы уже реализуем кадры электронного документа оборота для сотрудников, так, чтобы они могли подписывать трудовые договора, допсоглашения, какие-то там заявления на отпуск, на детский день уже через эту систему. По словам Султана Наруддинова, упрощение бизнес-процессов – это требование современности. Уход от бумажного документа оборота, прозрачность, понимание, на какой стадии находится тот или иной документ, введение статистики, то, к чему стремится мир. Госключ в свои бизнес-процессы и начал его использовать, в частности, при приеме документов у абитуриентов. Также в конце прошлого года был запущен и находится в рабочем контуре информационно-аналитической системы электронного университета «Модуль отпуск». Через него сотрудники и руководители подразделения могут подавать и согласовывать заявление на предоставление отпусков. Процесс подписания и согласования документов осуществляется при помощи облачного сервиса «Простая подпись». Он направляет файл в мобильное приложение «Госключ». Сейчас уже 100% реализовано заявление на отпуска, на детские дни, какие-то переносы отпуска, все, что связано с трудовой деятельностью в текущей процессе. Мы сейчас по доп. соглашениям, в частности, там, электронные представления, там, надбавки, такие вещи. Потом уже в планах в этом году реализовать полный цикл трудового договора и вообще трудовых отношений с сотрудниками. Что касается безопасности такого метода, то здесь все прозрачно. Заверение электронной подписью полностью соответствует требованию федерального закона. Проект разрабатывался совместно с коллегами из компании «Дельта-тех». По словам генерального директора «Дельта-тех» Рифата Хананова, они с Казанским федеральным университетом одними из первых начали работу по применению «Госключ». Наш опыт показал, что уровень представителей Департамента информационных технологий КФО очень высокий. Они нам помогали развивать, улучшать проект. Мы даже с ними совместно пришли к такому простому сервису, который позволяет, например, в парке Урам, если вы приходите, вы подписываете расписку о том, что вы несете ответственность за здоровье и за инвентарь. Если раньше нужно было это делать на бумаге, заполнять данные, то сейчас достаточно считать QR-код на телефоне, заполнить FIUS-NILS, вам приходит документ, вы подписываете, парк Урам это получает в своей системе, а вы у себя храните. То есть облегчает взаимодействие, и еще один проект появляется для масштабирования других спортивных учреждений, других объектов, учреждений культуры, ну и так далее. На выставке также был представлен межвузовский Центр мониторинга информационной безопасности, созданный в 2023 году. Этот уникальный проект реализуется КФО совместно с университетами-партнерами и компанией InnoStage. Центр обеспечивает информационную безопасность вузов, а также является базой практики для студентов IT-специальностей. Практиканты учатся обнаруживать информационные угрозы и реагировать на них. Компании, группой компании InnoStage предоставлено программное обеспечение, обнаружение вторжения, обнаружение уязвимостей. Это реально работающая система, она нацелена на информационные системы КФУ, и студенты видят реальные атаки и помогают нам с ними бороться. В рамках расширенного заседания итоговой коллегии Министерства цифрового развития государственного управления информационных технологий и связей Республики Татарстан Рустам Мениханов отметил, что Татарстан один из регионов-лидеров цифровой трансформации и выразил признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству страны за решение по поддержке IT-сферы. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Универ Новости. Еще в 2022 году властями города Казань было принято решение построить новое здание для труппы театра имени Галиаскара Камала. Стройка идет вовсю, но мало кто знает о том, как будет выглядеть театр и почему он станет новым символом и визитной карточкой города. Как раз об этом узнаете в сюжете. 1906 год стал знаковым для жителей Казани, ведь его принято считать годом зарождения татарского театра. Его здание располагается на берегу озера Кабан и уже давно обрело статус одного из самых узнаваемых в столице Республики Татарстан. В 1939 году театр обрел официальное название – Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. Но время идет и совершенно нормально, что модернизация города и уже привычных нам объектов неизбежна. Именно поэтому по итогам конкурса на разработку архитектурных концепций театра Камала вовсю идет стройка проекта. В феврале 2024 года был проведен международный конкурс на лучший проект нового театра Камала. Было восемь участников, были команды коллаборации казанские и международные. И выиграла команда из Китая с коллаборацией с Татинвест-граждан проектом с архитектором Германом Алексеевичем Бакулиным. Само место для нового театра выбрано символическое, оно тоже находится на озере Кабан, как и старое здание театра. Концепции были все абсолютно разные, ну и выиграла концепции в виде такого кристалла, можно так сказать, либо айсберга, может быть. Геометрия нового театра навеяна редким природным явлением – ледяными цветами на озере Кабан. Зимой объем здания сольется с окружающей средой и станет частью облика озера. Летом единение места с природой будет обеспечено за счет многогранного отражения прозрачных фасадов в водной глади. Заостренность, устремленность – характерные черты татарской культуры, архитектуры и искусства. Новое здание задумано как часть топографии места, как парк с пешеходными маршрутами и рекреационными зонами, интегрированными и продолжающими существующее благоустройство набережных. Вообще театр, как правило, для театра даже не главное здание, для театра главная труппа. Театральная труппа, которая, собственно, долгое время существует. И для современного использования, для современных постановок, скажем так, старое здание театра уже не совсем удобно и подходит. И, в принципе, оно было сделано в таких достаточно сжатых, компактных условиях, в условиях реконструкции Казани. И оно изначально уже было тесноватое. Но я бы назвал этот стиль деконструктивизм. То есть это такое, ну, крупные объемы, перемешанные между собой. Внутри была визуализация интерьеров. Они выполнены в таком национальном стиле, с элементами орнаментов, росписей. К развитию и реализацию проекта было выделено почти 500 миллионов рублей. А площадь пространства займет более двух гектаров. Строительство нового театра имени Гляскара Камала – важный шаг в развитии культурной среды Казани. Ожидается, что после открытия театра он станет не только центром культурной жизни, но и новой достопримечательностью города. Благодаря современному дизайну и уникальному расположению, новый театр будет привлекать внимание и вдохновлять посетителей со всего мира. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В Елабусском институте КФУ состоялась четвертая международная научно-практическая конференция, посвященная памяти академика Камиля Валиева. Традиционной темой конференции стали лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам. Обо всем подробнее расскажет Кристина Текина. Работа конференции началась с интерактивной выставки, на которой были представлены проекты, направленные на развитие инженерного мышления школьников, а также формирование интереса к современным видам проектирования, графическому и 3D-дизайну и робототехнике. После состоялось пленарное заседание, где обозначили основные направления, которым были посвящены доклады участников конференции. Реализация стим-подходов, подготовки педагогических кадров, вовлечение студентов и учащихся школ в инженерную деятельность и внедрение в образовательный процесс VR-технологий. Мероприятие подобное указанному очень важно, потому что всегда необходимо, чтобы различные предприятия, различные организации делились своими новыми современными методиками в области образования. Например, сегодня был еще очень интересный доклад о том, каким образом быстро вводить технологии виртуальной реальности и метавселенной как раз в образовательную деятельность. Достаточно много фактов узнала сегодня, довольно интересных, о том, что квантовый компьютер у нас разрабатывается еще с 90-х годов, оказывается, начало 2000-х. Это для меня было открытием. Такие конференции вообще позволяют узнать много чего того, что происходит вокруг, что нового, потому что мы все в школе варимся в своем соку и немножко обернуться и посмотреть, а куда мы движемся и куда надо везти наших детей. Это очень важно. Также в рамках конференции состоялась публичная лекция доктора юридических наук профессора кафедры уголовного права и процесса Казанского инновационного университета Игоря Бикеева, организованная Российским обществом знания. Спикер совместно со слушателями обсудили развитие российской науки в контексте формирования нового мирового порядка. Одним из центральных событий конференции стал практико-ориентированный мастер-класс для учителей, посвященный разработке 3D и VR-проектов на основе технологии Warwin. Мне хотелось бы выразить особую благодарность руководству Елабужского института, организаторам этой конференции за предоставленную возможность, за приглашение поучаствовать в таком замечательном мероприятии и пожелать вашему вузу процветания и развития. Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что в рамках коммуникации между технологическими компаниями, такими как наша компания Warwin, и педагогами, и представителями системы образования образуется диалог, и мы можем рассказать то, что происходит в рамках реального рынка, какие потребности есть у бизнеса, какие потребности есть у обычных, например, пользователей, те, которые используют наш софт. Таким образом налаживается вот этот мостик между бизнесом и образованием, и, естественно, мы знакомим наших коллег с новейшим программным обеспечением, с новейшим оборудованием, которое, я надеюсь, в ближайшее время появится в рамках реализации различных образовательных программ. Всего в рамках основной рабочей программы конференции было организовано шесть тематических секций, где свои доклады смогли представить более 80 спикеров. Среди них были как ученые и специалисты в области педагогических кадров, так и практикующие учителя естественно-научных и технических дисциплин, а также студенты и учащиеся школ, занимающиеся разработкой собственных инженерных проектов. Эта конференция стала отличной площадкой не только для обмена опытом, но и обретения новых знакомств и связей для дальнейшего сотрудничества и объединения поколений. Кристина Текина, Медиа-центр Елабушкова, Института Казанского Федерального Университета, Универновости. Студент набережной Челнинского института Казанского Федерального Университета Ильвир Сарваров стал серебряным призером первенства Приволжского Федерального округа по армрестлингу. В соревнованиях, которые прошли Нижнекамские, приняли участие 400 спортсменов из 10 регионов округа. К соревнованиям спортсмен готовился на протяжении двух лет. Для выступлений в нужной весовой категории Ильвиру нужно было корректировать массу тела. Спортсмен скинул 4,5 килограмма, что безусловно отразилось на физической работоспособности. По мнению его тренера, преподавателя высшей квалификационной категории, отличника физической культуры и спорта Республики Татарстан, спортивного судьи первой категории Ильдара Файсханова, задачи любых соревнований – это приобщение молодежи к здоровому образу жизни, формирование состава сборной команды города, региона, России и укрепление межнациональной дружбы. Группа исследователей кафедры высокомолекулярных и элементов органических соединений Химического института имени Бутлерова-Казанского федерального университета под руководством профессора кафедры Ирины Галкиной разработала и запатентовала покрытие на рану с антибактериальным, антимикотическим и ранозаживляющим действием и способ его получения. Семен Романов, старший преподаватель Химического института КФУ, акцентировал внимание на том, что запатентованное покрытие на рану не содержит известные антибактериальные препараты. Это важно, поскольку многие бактерии устойчивы к распространенным антибиотикам. Подробнее узнаете в одном из следующих сюжетов. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok